снова всем привет в общем как и долго давно я обещал наконец-то флайс симулятор и сегодня вор навигация значит летать мы будем сегодня на пайперс ценека 5 это машинка от коренада мне вообще от коренадовские машинки очень нравится как детализации проработки так и в принципе функциональными вещами ну и графически они очень классно выглядят вот такая машинка лететь мы сегодня с вами будем просто зальцбург мюнхен 64 мили он у нас зальцбургский замок шарвардские зонтики всякая фигня в общем такой интересный думаю полет вот у нас видите какая детализация в общем смотрите что что у нас сегодня ждет значит сегодня ждет нас что такие маленькие фпс интересно только что были по 30 час под 14 поступки я вышел на внешний вид о странно ну да ладно значит выключу чтобы не смущали значит что у нас сегодня будет сегодня будет на вор навигация то есть мы пройдем наш путь состоять будет из четырех маяков вор вот на первый вот мы взлетаем в зальцбурге на первый маяк на второй маяк на третий четвертый по сути у нас сам мюнхен то есть недалеко и немного кстати давайте посмотрим штурманском журнале расчетная продолжительность 23 со взлетами рулениями посадками минут 35-40 на самом то деле значит машинка сейчас cold and dark состоянии мы будем лететь с fs пассенджерами соответственно сразу ставим на паркинг включаем загрузку смотрим что у нас там получается 4 человека хотят топлива нам всего ничего на до 54 галлона с загрузкой остатков пускай будет сколько 20 это 50 4 150 на да но хватит здесь 90 фунтов destination у нас будет это эко дельта дельта майк вот видите мюнхен германия то есть мюнхен германия лететь мы будем с вами 40 минут полет у нас обычные из точки а в точку б лот будет у нас две минуты дверцу мы сейчас им откроем чтобы они у нас не страдали менюшку скроем чтобы она не мешала откроем дверцу чтобы они могли заходить вот они сейчас тут будут шуметь а у нас есть время для того чтобы подготовить самолет к взлету значит первое что мы делаем подаем питание на борт как только мы подали питание на борт ведь у нас загорели зеленые точечки но все остальные приборы еще выключены на потому что у нас мастер авионик свитч выключен то есть нас выключена авионик авионика у нас включается вот вот здесь а вот начинают загружаться все мои приборы когда они инициируются я вам расскажу как мы будем работать с навигацией значит вот специально сделал такой вид который показывает две наши радиостанции вор один вор два навигация ком 1 ком 2 наш электронный дисплей который показывает сидя режиме навигацию вор один либо видите вот один два переключения вторую навигацию радиостанцию значит первая радиостанцию пока нам нужно мы ее настроим согласно нашему маршруту это будет сьерра браво гольф частота 113 и 8 у меня текущая 113 и 7 я переключу чтобы долго здесь не накручивать я переключу ее на запасную то есть делаю запасной и докручу только два значения на 08 и включу обратно а видите появилась полосочка то есть начаты частоту нашли можем даже проверить включив ндб навигацию я вижу что расстояние до нее 13,4 мили морских вот то есть вторую я сразу запасную нахожу здесь 117 0 вот 117 0 она у меня готова для переключения ведь он далеко не может найти низко за горы закрывает ли еще что но я переключился то есть она у меня есть 113 вот найдено и на всякий случай я ее сейчас в активную поставлю на вторую то есть 117 0 вот она и дело активной запасной на второй радиостанции поставлю третью частоту 113 и 6 110 и 6 значит мне надо всего лишь вот так то есть я здесь настроил первую частоту вторую вторую третью вот так месседж скинем здесь тоже значит что нас теперь интересует в этой части идем дальше сейчас переключаемся по видам пока наши ребятки грузятся да вот я сделал вид здесь они уже кстати сели пристягиваем ремешки вот наш информационный дисплей основные приборы эту часть просят включить мы включаем здесь у нас карта она нас интересует вот эта часть смотрите вот это направление бэринга то есть грубо говоря курс которым сейчас у который сейчас установлен на маяк с частотой которую мы выбрали 113 8 и он показывает что если самолет будет двигаться по вот этому курсу или хочет двигаться к маяку который серо браво гольф с частотой 113 8 хочет двигаться с курсом вот какой тут указано с севера подходить да то есть грубо говоря двигаться на север вот если бы например у меня сейчас показывает что не совсем на север но если бы я хотел вот чисто с севера подойти да то мне грубо говоря надо было бы сдвинуться текущего местоположения влево что мы видим правда влево сдвигаюсь и будет прямо тогда на север но у меня курс 339 они 360 я должен задать этот курс я выбираю курс и выбираю 339 увидите даже сейчас например он говорит о том что вы в принципе на курсе но чуть-чуть надо сдвинуться вправо чтобы занять точно курс и мы по карте видим что в принципе где-то так она есть потому что он берет из центра аэродрома мы сейчас где-то так мы находимся но пока мы сейчас взлетим то есть нам надо будет корректировать по по ходу взлета вот мы настроили эти вещи сейчас это самое главное смотрите теперь второй курс у нас будет второй видите для второго ноль стоит для второго курс я задаю 299 согласно ой они хейдинг опять курс 299 299 это говорит о том что к маяку который второй да вот после этой точки ко второму яку я должен буду идти с курсом 299 то есть я просто потом переключусь на навигацию с первого на второй и автоматически буду ровнять свой самолет чтобы по линии заданного пути идти сейчас мы возвращаемся на первый видите настроены две разных то есть очень четко видно высота с которой мы сегодня будем идти значит на которой так как мы двигаемся на запад шалон у нас четный alt сегодня будем идти на 6000 6000 относительно уровня моря то есть в планах у нас не предвидится никаких больших пика все пики остаются сзади а вот но я могу сейчас помню дай бог памяти посмотреть топа вот на маленькой вот видите карта которая показывает относительные высоты относительно меня красным обозначены высоты которые в данном случае ниже 1000 футов от меня желтым обозначены которые ниже 2000 футов так как я сейчас нахожусь на аэродроме то в принципе весь мой горизонт для меня красный потому что находится ниже 1000 футов для меня я в принципе на на поверхности когда я взлечу интересно будет сюда переключиться и посмотреть как изменится мой рельеф это очень хорошая штука для того чтобы понять какие преграды у вас есть если они вообще и может быть вы во что-то врежетесь то есть в принципе подготовку я базовую закончил продолжаем дальше пассажиры мои сели мне надо заводиться закрываем дверь я хотел под управлением диспетчера сегодня но давайте наверное пока без него я в принципе знаю что нам надо вот туда хотя нет давайте полностью проведем что было красиво значит перед тем как я хочу выруливать я должен прослушать зальцбург атис получить погоду я не буду слушать муторно зальцбург разрешение но вы не пропускайте этот если вы не знаете погоды и запрашиваю план полета приборный план полета он мне сейчас расскажет что мне надо сделать вот я запрашиваю он горит что так 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 храной хейдинг climate n6000 фрекинс это то есть вам разрешен взлет согласно по ранвей даст хейдинг направлении полосы занятием 6000 я это подтверждаю а вот какую полосу он мне укажет чуть позже когда эти какие облака красивые когда я попрошу на другую вот видите контакт грант когда я законтактирую граунд он мне скажет на какую полосу рулить вот контактирую связь зальцбург руление запрашиваю руление согласно плану полета да и вот он мне сейчас скажет зелененьким видите на short runway 34 using taxiway lima foxtrot то есть я согласно схеме аэропорта у меня и кстати нету должен подтвердим сейчас вырулить на 34 полосу на предварительный старт 34 полосы включать руление не буду я знаю куда рулить уже вот закрываю эту штуковину и в принципе я готов заводить двигателя значит что я должен сделать я ставлю шагвинтом максимум смесь даю до теперь следующее самое важное перед тем как я включу магнета двигателей и начну заводиться топливные баки я обязательно должен сказать всем кто находится вокруг меня о том что ребята камон аккуратно от винта я завожусь strobe lights он навигационные огни он то есть снаружи я начну блэмать видите блэм 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 это говорит о том что я сейчас в состоянии когда буду заводить двигатели ко мне не лезьте значит заводим двигатель вот он завелся паркинг брейк только сет чтобы меня не понесло вот он завелся вот характеристики двигателя заработали поползло теперь включаем второй двигатель вот он завелся вот его характеристики и показатели тоже поползли сейчас мы смотрим эти вот вот фил флоу полез там все все температура давление масла все красота но горит еще один индикатор пито хэдс он of in a pressure а подогрев трубки пито я ее включаю вот здесь вот так же я в принципе у нас заборная температура сколько там сейчас давайте посмотрим неправильный порядок заборная температура 12 градусов в принципе мне сейчас ничего больше включать не надо плюс 12 кроме наверное сейчас посмотрим fly директора радио мастер включен тут у нас дай бог памяти это вот fd ap master это автопилот сейчас я пока переведу в режим подготовки вот у меня здесь автопилоту что буду выбирать видите написано ready я он автопилот я автопилот ну пускай будет включено это ground clear я даже не знаю что это на самом деле ну в общем в принципе мы готовы уже выруливать наши пассажиры заждались вот я подаю газку снимаю с тормозов и начинаю поворачивать вот туда нам надо вот туда сейчас мы посмотрим где у нас там есть первая ближайшая маркировка на полу вон она впереди я прямо на нее иду видите пересечения вот вот она то есть вот так надо было ну вот прямо на нее то есть я иду прямо на маркировочку так сила это включаю обязательно даже если это день вы все равно должны включить огни которые будут вот так вот идем это вот нам дальше нам не надо поворачивать к нему это его территория вот сколько что фпс а 11 ой как тесно в начале когда загрузился было 40 пока не включил внешний вид идем пока он в память не подгрузил модель внешнюю 9.9 ой ну совсем ужас так спрячу я это все дело потому что я честно скажу количество фпсов потому что играю в окне а ОБС почему то не может записать нормально перехватить с процессора с графического флайс симулятор не знаю видимо это особенности после настроек флайсима ну в общем вот это наша действительность такова вот смотрите лима полоса рулежная да то есть рулежная дорожка лима по которой нам говорили надо рулить вот мы сейчас по ней будем рулить пока мы рулим мы выпускаем закрылки во взлетный режим вот у нас загрузка достаточно большая вот переключатель закрылок видите вот он и вот мы себе спокойненько идем не спеша вот на пробеге нам спешка совершенно не нужно вот честно а потому что могут понести экстренные торможения нам нам это совершенно не не ничему вот вот мы себе спокойненько идем так что еще не рассказал да вроде бы все что хотел рассказал все остальное у нас с вами будет во время полета уже по факту вот ну что еще что еще в принципе все серия эту сейчас закончу на предварительном когда у меня будет предварительный старт сюда я не буду выезжать нам надо дорулить до конца полосы 34 тихо 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 спокойней не так резко так что еще что еще что еще вторая часть будет от исполнительного до набора и наверное часть третья посмотрим хотя тут 30 минут полета возможно серии будут две а может три посмотрю смотрите я приближаюсь к повороту видите я сбрасываю газ чтобы лишний раз не тормозить чтобы он своим ходом остановился или замедлился как минимум а вот вот она лима видите факт строт лима вот вижу что я замедляюсь чуть чуть газку даю больше и начинаю товорачивать согласно маркировке а вот у нас предварительный значит что такое предварительный предварительный старт это когда у вас перед полосой вы занимаете вот такое вот положение вот такое вот положение но не выкатываетесь на полосу то есть вы говорите диспетчеру что вы в принципе заняли предварительный и готовы занимать исполнительный взлетать и все такое прочее диспетчер же он командует. Либо да, либо нет. Код ответчика у нас уже установлен. 6.5.0.5. Видите? Вот. Частоты АДФа у нас не установлены. Они мне пока не нужны. До подхода в Мюнхене и то не факт. Возможно будем по ЛС садиться. Ну, невозможно скорее всего. Вот, в принципе, и все. На этом серию могу считать законченной. Это была первая часть. Подготовка к полету и занятие предварительного. С вами был Гейм Драгон. Увидимся уже в следующей серии и будем совершать взлет. Всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok